У меня нормальный голос, я могу говорить громко. Вопрос, на сколько меня хватит? Смотрите, ребят, сегодня, еще раз повторю, если есть желание замерить свой прыжок на песке, можете в конце, вот ближе к концу мастер-класса, начинать разминаться, сами посидеть, ноги потянуть. У меня есть датчик, вы можете попрыгать с датчиком. Он электронный, то есть я просто даю вам ремень, вы надели, попрыгали, есть результат, окей. То есть чисто получить свои цифры, кому это интересно на песке, кому не интересно, не запаривайтесь. Давайте начнем вообще по общим параметрам. То есть я расскажу моменты, которые касаются всех, потом начнем индивидуально. Пляжку, классику, возможно, заденем определенные части мышц. Через полчаса, да, они уйдут? Ну, через полчаса будет нормально, будут меньше орать, как раз связки подсадим. Так, смотрите, с чего хотелось бы начать. У очень большого числа людей основная ошибка в прокачке прыжка является в том, что люди начинают качать прыжок. То есть для них это есть определенная такая, в априори, да? Мы качаем прыжок. Но нет абсолютно никакого понимания, что является вообще самим прыжком. То есть вам необходимо понимать то, в каком виде спорта вы занимаетесь. Классика и пляжка – это вообще небо и земля. Баскетбол – очень большая часть людей прыгает с одной ноги. И у всех абсолютно разные будут приоритеты в прокачке тех или иных мышц. То есть людям нужно будет, вот вам нужно будет для себя понять, какие мышцы работают. Я вам сегодня это все расскажу. А вы уже по своей специфике можете это подправлять. Конечно, в баскетболе нет особой задачи качать только одну ногу. Это, наверное, странно будет, да? То есть все-таки качаются, конечно, обе, но очень большая часть людей. Я даже видел программы для одноногих прыгунов. Очень странная тема, потому что когда ты в нее вникаешь, ну, особой специфики нет. Это не сила, это скорее навык. То есть наработка прыжка с одной ноги, не более. Вот, поэтому… Ну, это легкая атлетика. Видишь, я из легкой атлетики, мы прыгали в длину. То есть для нас вообще… То есть я когда читал программу, это по факту наша разминка была. Ну, то есть многие американцы, то, что пишут, это разминка легкотлетов. Ничего сверхъестественного не было. Особенно спрыгивание. Как бы, я не знаю, это было странно. Ну, не суть. А, еще момент. В конце будет время, можете подойти индивидуально, просто пообщаться. То есть я на ваши вопросы, если у вас что-то прям сверх кардинально остается, я вам отвечу. Будет возможность также написать в группу ВКонтакте. Если не знаете, думаю, ссылки найдете, вам, если что, подскажут. Точно так же могу там ответить на ваши вопросы. По поводу прыжка от природы. Очень, очень много вопросов на эту тему. То есть люди делятся на тех, кто верит, что есть от природы. И верят в тех, кто считает, что его нет. Смотрите, интересный момент. Как это можно проверить? Тоже не стопроцентная практика. Но если человек умеет прыгать с места вверх, то это наработанное. Потому что эти мышцы от природы не качаются. То есть человек не может от природы прыгать 100 с места. Это в любом случае наработка. Вопрос в том, что человек в течение жизни до этого момента делал. Вполне возможно, ему повезло с тем, каким образом он тренировался. То есть вы можете пойти в тот вид спорта и включать те виды мышц, которые, ну, на первый взгляд вам кажется, что вы делаете все то же самое, как и все. Но ваши мышцы работают по-другому. Поэтому вероятность того, что человек, прыгающий с места очень высоко, имеет его от природы, это ошибка. Скорее всего, человек действительно тренировался. Таким образом просто очень часто проверяют. Берут человека, он прыгает с разбега очень высоко, просят прыгнуть с места там. То есть вот это действительно природное. Это можно относить к тому, что человек реально сигает только благодаря своей антропометрии. Я сейчас просто основные моменты задену, чтобы вы понимали, это немножко выдернутые кусочки будут. По поводу связок. Связочный аппарат тоже очень важная тема. Не важно, чем вы вообще занимаетесь. Есть моменты, когда в любой тренировочный процесс необходимо вкатываться постепенно. То есть на своем примере могу так сказать, что из-за того, что я занимался профессионально, нас вкатывали очень аккуратно. То есть у нас не было никаких рваных нагрузок. Нет такого, что ты сделал объем работы там условно X, а потом X2. Всегда это было очень планомерно. И за месяц мы изменяли нагрузку максимум на 30%. Но вот все, что я помню, то есть если изначально была нагрузка там 10 тонн, то она становилась 13 в конце месяца. Это было очень аккуратно. Как только вы в случае какой-либо травмы останавливаетесь, у вас есть промежуток времени, ваши связки ослабевают. И если вы снова начинаете тренироваться с теми же нагрузками, которые были до перерыва, не вкатываетесь, то, скорее всего, вы травмируетесь и рветесь. Сейчас это еще при работе с профессионалами очень сильно заметно. Я не знаю, если вы за профессиональным спортом следите, посмотрите, как вообще трепетно относятся к профессионалам в плане реабилитации. За ними там просто носятся. По поводу тех, кто здесь собрался. Я думаю, здесь ребята совершенно разного уровня. Наверняка здесь есть, особенно если взять девчонок или молодых парней, то есть 50 сантиметров вертикального прыжка, возможно, у ребят побольше, там 80-90, ну 90 не факт, но... Поэтому я говорю, будем сейчас идти от начала и до конца. То есть с начального уровня, возможно, будет немного скучно, но что делать, здесь не все профессионалы. И дойдем до того, что, в принципе, я могу даже вас сейчас здесь нагрузить тем, что для вас будет необычно. Давайте по поводу разминки. У меня тут есть еще мои методики, их лучше на потом оставим. По поводу разминки. Обязательно уделяйте качественно, вообще вот прям качественно прорабатывайте те мышцы, которые у вас будут работать в течение тренировочного процесса. Я думаю, для пляжки. Тут, в принципе, вообще все работает, неважно, что вы будете делать. Для баскетбола то же самое, но если мы говорим о тренировке ног, например, то есть вы идете тренировать ноги, вам необходимо полностью растянуть нижнюю часть тела и спину. Руки, если у вас не работают, то как бы, ну вот, на личном примере скажу, руки вообще ничего не делают. То есть я максимум, что делал, висел на турнике для того, чтобы мышцы спины растянуть. Все остальное нужно качественно растягивать. Чем лучше ваша растяжка, чем больше вы можете себе позволить на холодную, тем лучше вы можете работать. То есть если у вас мышцы ограничены, как у профессиональных бодибилдеров, то есть я думаю, видели, что ребята ходят, у них ни до спины, ни до чего не дотянуться. В этом есть свой плюс, в том, что у них феноменальная сила в определенной амплитуде. То есть абсолютно все пауэрлифтеры прыгают очень хорошо. То есть у них с места прыжок от трех метров начинается. То есть вот прям от трех, можно сказать. Я, по-моему, видел ребята по 3,40, при этом ребята под сотку весили. Это просто колоссальные цифры, но они все, что могут сделать, взорваться. Если мы попросим их прыгнуть с разбега, там происходит примерно следующее. То есть он бежит, встает и все равно прыгает с места. То есть у них мышцы не позволяют им двигаться быстро, резко. Поэтому вам необходимо работать над своим телом не только в плане силы, но и в плане растяжки. То есть те мышцы, с которыми вы работали на тренировке, обязательно нужно растягивать. Иначе со временем, как у армрестлеров происходит. То есть если армрестлеры очень долго занимаются только хватом, у них пальцы заходят внутрь. Потому что мышцы внутренние, то есть именно хват, у них начинает сковываться. И пальцы становятся вот такими. То есть для этого необходимо работать в обратную сторону, чтобы пальцы были как у нас. То есть мы с вами этим не занимаемся, у нас этого нет перекоса. Очень часто у тех, кто жмет в течение 3-4 месяцев, начинают плечи внутрь заваливаться. То есть спина проваливается, и они ходят внутрь, потому что только грудь работает, пошел домой. Всегда нужно работать на растяжку как спереди, так и сзади. Теперь по поводу того, какая часть ног работает. Надеюсь, что ближайший месяц, на моем канале, ближайшие 2, наверное, выйдет очень крупная работа. Есть определенный круг иностранных ученых, которые нашли и доказали, какая часть мышц, каким образом влияет на прыжок. То есть они полностью разобрали каждую мышцу, у них есть полностью информация о том, какое расстояние мышцы сокращается. То есть я думаю, все же понимают, как мышцы устроены. Это резинка. То есть у нее есть определенные места крепления, и она, допустим, сокращается у нас на 5 сантиметров, на 3. И при этом есть цифры, сколько вырабатывает каждая из них силы. То есть очень много ученых доказывает, что, допустим, не нужно делать это упражнение, потому что качаются мышцы, которые не задействованы в прыжке. На личном опыте хочу сказать, что задействуется все. Можно самую слабую мышцу накачать до такой степени, что она будет добавлять вам 3-5 сантиметров просто вот так. У меня было два теста, я не знаю, может, видели на канале, по поводу того, как сильно влияет подсед на прыжок. То есть по факту 20 сантиметров, с 20 сантиметров подседа, если вы профессионально занимались прыжками и можете выдать из себя все, будет то же самое, что прыгнуть с 80. То есть если вы полностью подсели, это то же самое, что вот отсюда. При этом, если ваше тело правильно работает. Потому что здесь часть мышц, которые работают здесь, не включаются. То есть вам необходимо отсюда себя поднять, дотолкнуть, разогнать и взорвать. Есть мышцы, которые мы можем целенаправленно прокачивать в определенном виде, направлении. То есть если нам необходим максимальный взрыв, мы можем работать только в этой части. Но всегда ли мы прыгаем в одной и той же амплитуде? Нет. Именно поэтому я качал вообще все, что есть в теле. И вот здесь сейчас хочу момент рассказать, который, по-моему, на канале до сих пор не затрагивался. Каким образом я занимался? Изначально я из маленького города, у нас не было вообще никаких секций адекватных. Абсолютно по всем тренерам, по которым я ходил, говорю, ребята, я хочу прыгать. Я говорю, вы можете меня научить? Они такие, блин, мы там марафонцев тренируем, но у нас очень много спортсменов, бегунов. То есть у нас есть те, кто ездили даже, по-моему, на Олимпийские игры из города. Хоть мы и маленькие, но у нас именно бегуны хорошие и лыжники. В итоге меня поставили к марафонцу, он меня тренировал. И для себя я понял, что единственный способ понять, что в вашем теле работает при определенном упражнении, это сделать его до такой степени, чтобы на следующий день вам было хреново. То есть я делал одно упражнение на протяжении, допустим, часа, просто, вот одно и то же упражнение, без изменения техники, без изменения постановки. На следующий день встаешь, идешь прыгать, если эта мышца в прыжке задействована, значит, это упражнение помогает его качать. У меня был список, я, по-моему, я об этом говорил, по-моему, 120 упражнений примерно получилось, которые задействуют мышцы, которые можно обнаружить у себя, которые работают при определенной постановке. И видоизменение этих упражнений дает колоссальный прирост. То есть я занимался порядка двух лет без, почти без перерыва, то есть у меня не было ни травм, я никуда не ездил, просто пахал у себя. И прирост с 270 сантиметров прыжка с места в длину до 315 или 12. То есть 40 сантиметров за два года для человека, который вообще нифига не знает, и интернета не существует. То есть в тот момент интернета не было. Это сейчас мы можем зайти, выбрать. То есть у меня выборки не было, я делал все, на следующий день проверял, насколько мне хреново. Этот принцип интересен в том, что вы можете взять для себя упражнения, которые могут вывести вас на определенный дискомфорт, на новый для вас дискомфорт, и попытаться в нем поработать, посмотреть, что именно произойдет. Единственное, здесь немного необходимо понимать, какая именно у вас боль. Это связки или мышцы? То есть очень часто люди могут перестараться и будут болеть связки. То есть, например, если вы никогда не жали штангу, на бицепс не поднимали, попробуйте поднять тонны две. Ну, то есть прям маленький вес, но на много. На следующий день у вас будут отваливаться связки. Это не мышцы. Это немного другое. То же самое бывает в связочном аппарате, получается, прикрепление мышц, особенно под ягодицей и под коленом. То есть человек может что-то поделать, у него подхватят, он ходит, вроде мышца болит. Но это не мышцы, это связки. Их нужно различать. Это сложно. Можно посмотреть анатомию человека и примерно понять. Ну, то есть я думаю, многие из вас могут понять, где мышца крепится, да, а где именно мышца. Все-таки боль в мышцах, она, ну, прям разная. Наверное, это в большей степени приходит к профессионалам. Поэтому для себя, вот говорю, если вы захотите, вы можете попробовать что-то сделать на 100 повторений, а потом посмотреть, что с вами будет. Сейчас я расскажу о упражнениях, которые я таким образом делал. И самое главное, что для меня было, это выпады. То есть это самое большое вообще для меня открытие, потому что я не имел доступа абсолютно ни к чему. У меня все, что было, это у нас была такая в виде подковы накинной с песком. И она, по-моему, называлась, у нас ее Игорь называли. То есть мы делали это упражнение с Игорем. Мы накидывали его как седло на себя и ходили. Интересный момент по поводу выпадов. Так как половина здесь не с моего канала, расскажу как раз этот момент. Выпады, когда вы придете в тренажерный зал и будете делать их при фитнес-тренерах, часть может вас вот прям сразу отрезать в том плане, что выпады вы будете делать неправильно. У меня несколько раз была ситуация, когда я приходил в тренажерный зал, и мне тренера говорят, ты делаешь это неправильно. Я говорю, а неправильно для чего? То есть какая моя задача? Ты знаешь мою задачу, то есть что я делаю? Я говорю, вот когда ты прыгнешь, как я, тогда и поговорим. То есть получается, очень часто они помогают вам в том, чтобы накачать мышцы, но не те. И то же самое есть в определенных моментах, связанных с прыжком. То есть смотрите, по поводу выпадов. То есть очень большая часть людей делает небольшие выпады. Я не говорю, что это неправильно, я сейчас расскажу, почему это правильно. Они делают небольшие выпады, прорабатывают их вот таким вот образом, но здесь у нас очень большая часть уходит вот сюда, на переднюю часть бедра. Если мы делаем с вами шаг больше, у нас очень большое натяжение уходит в заднюю часть бедра. По поводу проработки, какие мышцы важны, тоже чуть позже это затрону. То есть интерес этого упражнения в чем? Если вы его видоизмените для себя в тренировочном процессе, я бы сказал так, процентов на 20 по именно прыжковым показателям можно прирасти только за счет задней части бедра. То есть если она, именно если задняя часть бедра у вас будет достаточно сильной и не иметь абсолютно никакого сковывания в плане эластичности, я сейчас кого-нибудь из вас возьму, наверное, девушку и кого-нибудь из парней, чтобы вот прям сильный контраст был. У девчонок очень хорошая эластичность, у парней чем больше они занимаются, тем она хуже. Ну то есть есть такой момент, я так сильно качал ноги, что максимум, что я мог поднять, по-моему, было вот так. То есть мышца не позволяла сократиться. То есть понятно, что с разбега можно себя пнуть, но вот задача была поднять ногу, и она поднималась даже не до горизонта. То есть именно сокращение мышцы не происходило. То есть это все, ты поднимаешь и прям, ну все. То есть так же, как здесь. То есть вроде вот у нас есть ограничитель, рука не ложится, не кладется. То есть и здесь то же самое. Чем лучше вы занимаетесь, именно в плане растяжки, то есть вы покачали, растянули, то есть неважно, чем вы занимаетесь, необходимо растягиваться. Это вот прям фундамент того, что вам надо понять. Если вы не будете растягиваться, вы можете получить офигенный прыжок. Вот прям серьезно, вы можете не растягиваться, получить хороший прыжок, но с жесткими ограничениями. Вы перестанете прыгать с разбега нормально, вы начнете втыкаться, у вас появятся ограничения в плане подъема и переноса ног. То есть есть такая тема у легкоатлетов. Перед вами ставится планка обычно примерно как кухонная барная стойка. Ну я думаю, все понимаете, да, примерно на какой она высоте. То она примерно так же ставилась. Вам необходимо положить свою ногу, прям положить ее туда и стоять. То есть это прям норма. То есть вы подходите, кладете туда, то есть она где-то вот здесь, и стоите. После этого ложитесь на собственное колено. Если вы этого не можете сделать, у вас есть определенная уже скованность. Хотя это прям самое начало. Я уже молчу о тех упражнениях, которые делаются дальше. То есть это то, что вам надо делать. Вы должны иметь хоть небольшой подворот в своей ноге. То есть есть те, кто люди... Давайте там по минимуму. Я думаю, видели, если у меня... То есть если вот это вот все мы не можем сделать, здесь то же самое. Это на холодную, как вы понимаете. У меня нет шпагата. Это просто задняя часть бедра свободна. При этом, если говорить о внутренней части, то есть именно все. То есть у меня нет никакого шпагата, но при этом именно, говорю, рабочая. Амплитуда ног при прыжке, как мы ходим с вами, разработана очень хорошо. Кстати, такого шпагата тоже нет. Но он получше, конечно. Так что думайте, стоит ли уделять время растяжке. По поводу выпадов. Давайте здесь сейчас прям сильно на этом остановимся. Я покажу. Кто делает выпады, чтобы можно было это показать? Кто не занимается вообще с выпадами? Нету? Давай. Ну прям делаешь их, делаешь. Тогда делаю, да. Сейчас посмотрим, понадобится. Сделай. Ну вот просто сделай выпад, как ты делаешь, а я посмотрю. Нет, нет, все. Один и вернись. Только давай к людям боком. В ту сторону, да. Стоп. Теперь смотрите момент, то, о чем я говорил. Первое. Здесь есть... Ну, можешь встать на колено, чтобы тебе было удобнее. И это. Вот так ты стоял. Первый момент. Есть плюс в том, что заваливается ваше колено вперед. В том, что у вас очень хорошо растягиваются подколенные и надколенные связки. Если вы будете всегда себя ограничивать вот в этой работе, они становятся короткими. И в определенный момент они отлетают. Я прям видел, как они рвутся, и это неприятно. Восстанавливает их очень долго. Их сшивают, они восстанавливаются. Но дело в том, что действительно нужно нам вот это делать. И есть сейчас программа. АТГ, если я не ошибаюсь, на английском называется. Ее один американец сделал. Он как раз-таки пропагандирует то, что вам необходимо научиться делать вот так, с весом в 100 килограмм фактически. То есть вы должны вот так садиться, для того, чтобы ваши колени выжили. У него была серьезная операция. И сейчас он тренирует половину американских спортсменов по этой системе. Я пока занимаюсь переводом, поэтому просто факт, знаете. Теперь по поводу его момента. Вот так делают все. У вас очень хорошая нагрузка идет вот сюда. То есть, как я и говорил, да, то есть вот здесь у нас каплю заваливают, здесь. Но задняя часть бедра, она прям мягкая. Теперь встань. Ну, тут понятно, потому что. Теперь встань. Смотри. Теперь тебе надо встать так, чтобы пятка была дальше, чем колено. А дальше я тебя поправлю. Теперь смотри. Спину. И тебе необходимо... Ну, ты очень далеко шагнул, тебе тяжело просто стоять. Просаживаемся. Назад, назад, назад. Вот этой частью ноги. Нет, вот этой частью назад. Спиной туда. Грудью сюда. То есть он сейчас за счет спины и ягодиц своей должен натянуть заднюю часть бедра. Вот, она сейчас хотя бы твердая. Все, можешь присесть. То есть я тебя сейчас перенапрягу. Присядь пока. То есть дело в том, что вот именно в этом моменте, казалось бы, все, что надо сделать, это вот так спину поставить. Из-за того, что я в футболке, я даже не уверен, что это хорошо видно. То есть вот мы ходим с вами так. Надо сделать вот так. Именно в моменте выпада. За счет того, что у вас ягодицы поднимаются вверх. Мышцы спины у вас напряжены. Ваши ягодицы вниз не идут. То есть это мышцы. Это мышцы. Мы ее сократили. Вот ее длина. Мышцы держим. Следовательно, натягивается то, что натягивается в этот момент. То есть здесь у нас максимальная фиксация. Тянем заднюю часть бедра. На выпадах... Сколько я получается? Ну, я говорю, около двух лет делал почти. Основной это были выпады. Я прирост до 300, там, 15 сантиметров прыжка с места. Так как я делал очень мало движений на скорость, с разбега я прям паршиво прыгал. Потом я просто смог это преобразовать. Но изначально моя сила была в прыжке с места. То есть это взрывная. Только из-за того, что я делал вот... Пошел, покачал. На песочке такое себе это делать, конечно. Пошел, покачал выпады, вернулся домой. Следующий момент, когда вот... Может, для кого-то это будет не новостью, что да, вот такие выпады можно делать. Я на полном серьезе говорю, если вы полноценно сейчас со мной бы пошли в тренажерный зал, мы бы сделали с вами максимум 70 выпадов, на следующий день бы у вас орех так болел, что вы не смогли на нем сидеть. Не важно, какой у вас уровень подготовки. Главное, правильно эту мышцу растянуть. Для того, чтобы не почувствовать эту боль, надо садиться на шпагат, скорее всего, с обратным выворотом. Ну, то есть, когда у вас ноги вот так тянутся, тогда ее очень тяжело нагрузить. При этом необходимо тогда очень сильный мышечный корсет иметь. То есть, чтобы вы ягодицами и спиной могли зафиксироваться так, что эта мышца будет натягиваться. Иначе они просто все эластичны. Тут опять же тоже надо корсет тогда иметь. Все делается постепенно. Следующий момент по выпадам. Очень, очень сильной добавкой было, когда я понял, что внутренняя часть бедра точно так же работает. Когда вы делаете вот этот вариант выпадов, и вам это осточертело, вы уже понимаете, что прогрессировать некуда, делаете выпад не прямо, а на 10 сантиметров правее. Сейчас, вот буквально, наверное, года полтора назад это стало трендом у пауэрлифтеров. То есть, те, кто сейчас ноги имеют больше, чем у меня талия и грудь, они все делают выпады широкие. Потому что это очень сильно развивает внутреннюю и внешнюю часть бедра. То есть, получается, вы делаете не как я сейчас показал, а буквально вот сюда. Из-за того, что у нас появляется новое натяжение в новом направлении, здесь мышцы по-другому работают. У вас мало того, что... Ну, если делать это планомерно, паховые мышцы не пострадают. Ну, то есть, не будет боли, не будет такого, что они натягиваются. Если вы сейчас вот с дуру попробуете шагнуть, да, то есть, сразу в Европу, то, конечно, здесь дискомфорт есть. Все еще ту же самую тему мышц продолжим. Мне сейчас интересно на девушке это проверить, потому что в прошлый раз не было. И давайте кого-нибудь из парней покрупнее. Либо вас, либо тебя. Можно? Я сейчас покажу. Есть, ну, все, думаю, знают, есть становая тяга, есть румынская тяга. Здесь то же самое. Необходимо будет сделать тягу таким образом, чтобы работала только задняя часть бедра. То есть, смотрите. Становая – это когда мы с вами работаем вот в этой амплитуде. То есть, мы поднялись, встали. Там очень хорошо работают ягодицы, спина. Она румынская – это когда вы наклоняете… Вот, все. То есть, чтобы вы поняли, из-за того, что я здесь все мышцы держу в статике, вот, это мой предел из-за того, что я не разминался. То есть, все, дальше я не могу наклониться. Как только я убираю спину, я пошел. Попробуйте наклониться, желательно с весом. Я вам просто сейчас боком, чтобы и то же самое молодой человек сейчас сделать. Возьмите, я покажу на примере. То есть, смотрите. Вам необходимо в спине будет… И начинаем наклоняться. То есть, вот, все. Это вот прям предел. Что еще раз? Колени сом? Нет, ну вот. Это, ну, по факту, это моя фиксация. Просто у меня колено сломано, так что у меня не самые прямые ноги. То есть, вам… Нет. Мышца прям мягкая. Вот, 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 вот. Сейчас вот, вот. Вот надо, чтобы при наклоне ее включало. Спина еще сильнее. То есть, прям, давайте так объясню. Вы должны затылком к своему заду, прям вот как будто бы тянуться. По факту, это не надо. Достаточно потом мышцами спины. То есть, я могу вот так включиться, у меня спина не работает. То есть, вот. Это на строге поясницы? Да, вам надо им зафиксировать. То есть, вам необходимо понять, как работают мышцы. То же самое, я, допустим, с детства умею шевелить ушами по отдельности. Я просто этому научился в детстве. Я могу, причем одним даже, свободным. При этом, не когда там волосы ходят, а именно только ухо. Здесь то же самое. Вам надо понять, как работают определенные мышцы. После чего вы можете их зафиксировать и работать в этом положении. Без проблем. То есть, я вам даже сейчас... Я могу наклониться, вы просто потрогаете мышцу, какое она напряжение имеет. Вы пытаетесь повторить. То же самое сейчас вам будет. Держите. Он нужен для того, чтобы вы поняли, как зафиксировать свою ягодицу. То есть, смотрите, мы с вами сейчас загибаемся назад максимально, насколько можем. Начинаем наклоняться. Главное, чтобы не перенапрягать, чтобы не стреляло. Для того, чтобы ваши ягодицы тоже были напряжены. Можно с ягодиц начать. Тут вопрос привычки, скорее всего. Если хорошо качали ягодицу, то можно только ими зафиксировать. И начать наклоняться так, чтобы вот, все. Вот прям... Только вот здесь еще должно быть. То есть, вот сейчас она мягче. Вот, и она начинает натягиваться. При этом, если вы больше сможете за счет ягодиц себя подтянуть, у вас будет натяжение раза в 4 сильнее. То есть, у меня натяжение такое, что... Реально есть. Попробуйте. Вот просто я даже сейчас... Просто сейчас расслаблю ногу. Нет. Вот, вот здесь. То есть, я просто ее начинаю выламывать за счет ягодицы. При этом это фиксируется. Можете присесть я сейчас. Так, и что мы делаем? То есть, можете попробовать, можете потом со мной подойти, я вам покажу, какая мышца работает. Очень часто люди, ну как сказать, на растяжке пытаются. Типа я наклонился, ой, тянется. Это не то же самое. Вопрос включить мышцу, которая у нас имеет крепление здесь и под ягодицы. То есть, вот, вот здесь. Теперь смотри, еще раз. Плечи назад. Только это для фиксации, не надо вот так вот делать там. Вы с штангой так офигеете. То есть, ваш вопрос вообще, вот вы берете ее и работаете. Я делал это с гирей, с гантелями, с мешками, с бутылками, вообще со всем. Вопрос именно в работе вот здесь. Лопатки вместе сводим. Затылок назад. Зачем приселить? Вопрос наклона. Начинаем наклоняться к колени. Оставляем вот как есть. Да. Нет, еще нет. Так, вот мы обратно-обратно сейчас поднимаемся. Здесь посильнее прогибаемся. Вот. И начинаем наклоняться. Вот, вот, вот здесь сейчас попало, но в самом конце, потому что спина начинает отпускаться. Вот. Вот так же сохраните. Вот. Сейчас, причем ягодицы подняли сильнее. И вот здесь мышца начинает, ну, у вас не так сильно. Начинает у меня распятие. Ахиллес начинает растягиваться очень сильно. Вот, это значит, еще с растяжкой ахилла есть проблемы. Ну, вы сейчас просто перенапряжены. То есть, я скажу из-за того, что, ну, абсолютно везде натяжение. Тяжеловато немножко, мандраж такой идет в теле. То есть, вам необходимо, вот, просто по факту. Вот вы взяли, у нас есть вес. Вот. Это вся работа. У меня просто единственное, по технике, она отличается из-за того, что я уже мышцы контролирую. Чем вы крупнее, тем это тяжелее будет делать. За счет мяса, за счет всех мышц, которые у вас есть. То есть, дрищам прям вообще вот в лед залетает. Чем вы худее, тем это будет лучше. Аналогично всем. Есть те, кто занимается в тренажерном зале. Вот прям в тренажерном современном зале, где есть платформа, гайки, смиты. Ну, вот есть, 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 есть. Ну, современный. Современный. Теперь смотрите момент по поводу платформы. Платформа является частично аналогом выпадов. Но нужно понять, что на платформе надо ногу ставить максимально вверх, чтобы вам натягивала заднюю часть бедра. То есть, очень часто люди как на приседаниях делают. То есть, в момент приближения ног к вам, у вас колени вот так уходят. Ну, либо вот так. Колени должны идти вот сюда. То есть, вот здесь прямая должна быть между плечом, коленом и пяткой. То есть, вот для вас. Условно, вы должны вот сюда себе заводить ногу. Пятка, колено, плечо. Это вот та амплитуда, которая позволяет в платформе. Теперь по поводу вот этого гака. Есть маятниковый гак. Это когда вы толкаете платформу, и она вот так качается. Параша полная. Не знаю, как по-другому сказать. Я на нем делал 700 с чем-то килограмм. Что-то как-то спина давится. Ну, то есть, вас вдавливает 700 килограмм маятника. А ноги как-то не работают. Девчонки очень сильно качаются на нем, потому что там прям офигенно качается задница. То есть, ее акцентированно можно взять. Поставить ноги пошире, повыше прям. Попа хорошо идет. Ну, и в гаке то же самое. То есть, гак полноценный, который ездит под углом 45, именно под углом 45. Они еще есть, по-моему, 50 или 60. То есть, когда вы подойдете, там прям такой градус будет. Ну, что вы поймете. Не знаю зачем, но там спинка урегулируется. То есть, вам надо в платформе между спинкой и гаком делать 45. Ой, 45, говорю, 90. Он от пола 45. То есть, надо вот этот угол выставлять правильно. Есть люди, которые приходят, у них вот так вот он ездит, вот так спинка. То есть, он когда садится, ему просто нижний позвонок вдавливает. То есть, вы должны максимально плотно себя держать. В момент выполнения затылок всегда прижат. Иначе мышцы спины и шеи просто отлетают. Ну, на больших весах. Ладно, давайте так. О жиме, именно о платформе. Куда ты хочешь при приседе прижать шею? Грифы в смысле? А, в смысле? Не-не-не, я вообще его не особо люблю. На него очень, в нем очень большая нагрузка на колени. То есть, вот обратная, когда ты толкаешь вверх, не такая, как когда ты приседаешь вниз. При этом, даже если свой вес убрать, я не знаю почему. То есть, мы пытались там, ну, высчитали, мы тогда высчитали. Прям паршиво вообще заходят. Особенно с травмами колена. Я в платформе после перелома сделал 535 килограмм, не считая платформы. В этой штуке я даже 200 не смог тогда сделать. Ну, то есть, которая под наклоном. Не знаю. Почему не знаю? По формуле там примерно что-то так было. Ну, в общем, как-то он очень тяжело заходит. Это вот прям хорошие упражнения, тренажеры, которые вы можете для себя взять. Теперь по поводу работы руками. Вообще, в теории считается, что руки позволяют добавить порядка 5-10 сантиметров. Если на канале у меня видели, есть видео, где я Криштиану Роналду разбирал, где его заставили прыгать с руками на поясе, а потом в полноценную с разбега. Там что-то разница была 20 с лишним сантиметров. Дело в том, что это, как сказать, не совсем правильный кролик для опытов был. Дело в том, что он прям фиговый был прыгун с места на тот момент. Он прыгун от природы, то есть он с места прыгать не умеет. Он хорошо прыгает с разбега, вообще вопросов нет. По-моему, он как-то достал 305 или 310 сантиметров головой. У меня где-то есть видос, я точно высоту не помню, сколько там было подвешено. То есть 3 метра головой он достает при росте 188 и в бутсах там 190. То есть 110 чистых вопросов нет. Так вот, его тест был не совсем верен, но при этом его показывали по телеку. И как бы вот это как-то для себя взяли. Если мы берем профессионалов, у них разброс при включении рук, вот реально профессионалов, прыгунов, я не говорю сейчас даже за баскетболистов, волейболистов, прям профессионалы прыгуны, разброс 5-10. Когда человек прыгает с места вот так и вот так, от 5 до 10 сантиметров. То есть то, насколько хорошо включены ваши руки и верхняя часть тела в прыжок, будет зависеть то, насколько высоко вы сможете достать. Ну, прыгнуть, достать. Момент насчет тянуться не берем. У меня есть специальная линейка, на ней каждый сантиметр торчит шпица. Я начал с нижней и увеличил растяжку на 5 сантиметров. Ну, то есть я могу с пола дотянуться на 5 сантиметров выше, чем 2 или 3 месяца назад. Я как бы выше за это время не стал. Стал и раньше выше. Просто этот момент не проверял. Только за счет того, что мы можем как бы вот так вот перекривиться и дотянуться. Именно этот момент мы убираем. И получается здесь, что в зависимости от того, чем вы занимаетесь. То есть я, блин, я не могу. Есть техника прыжка у баскетболистов, когда рука вот так заходит. Вообще не могу. Я даже повторить ее не могу. Ну, то есть руки внутрь заходят. Обычно руки, вот есть такие ребята. Нет, у них вот так плечо заворачивается. То есть ладошкой. Я хочу об этом сделать отдельное видео. Я собираю этих уникумов. А я не могу повторить. У меня плечо так не работает. То есть есть ребята, которые бегут. И у них изнутри руки. И внутрь, внутрь вот так вот заворачиваются. То есть ваш момент. Вообще в основном все. Прыгаем мы с разбега. С места. Есть те, кто с одной. Ну, у них там немножко размах. В зависимости от того, с мячом ты без мяча. Ну, то есть руки не вместе идут в момент. Нам необходимо с вами понять, какие мышцы работают в момент маха. Офигенно вам это может дать понять тренажер лыжный. Ну, то есть гребля и лыжня. Когда мы начинаем на ней тренироваться, у нас был... Ну, вот это как раз-таки один из тестов был. Который мы делали в отказ. То есть мы приходим на тренажер. Фигачим его до тех пор, пока ты поймешь, что ты как бы... Ну, все, пальцы у тебя уже даже не держат. Ты не можешь руки свести. У нас начинает забиваться задняя дельта. Задняя часть плеча. Ну, то есть вот здесь вот. Крылья. Это основные мышцы, которые задействуются в махе назад. То есть вот вы за счет того, что сюда доводитесь. Вот эта часть. За счет того, что вы сюда ведете. Вот эта часть. И есть люди, которые качают... Ну, то есть только один, только второй момент. Здесь момента два. И это очень классно проверяется. Вы просто приходите, берете гирю. Начинаете ее поднимать вверх. А потом, через пару дней, когда у вас мышцы эти отойдут, начинаете только на лыжнике. И идете на максималочку прыгать. И в момент, когда у вас судороги будут вот здесь хватать, а потом вот здесь, вы поймете, что работают мышцы разные. Их нужно качать в равной степени. То есть для вас, для начинающих, для полупрофессионалов. Классная тема. Но у нас гирьки нет, так что, в принципе, можно и гантелькой. На канале, кстати, тоже есть этот разбор. Просто вам сейчас более детально покажу. Это мах гирей. То есть мы с вами делаем мах гирей, но при этом мы с вами здесь прокачиваем заднюю часть бедра со всем тем, что я вам только что рассказал. Не вот так, а вот так. То есть мы с вами идем. И за счет того, что у вас есть инерция, то есть я вам сейчас показал. Вы можете наклониться? Ну вот я могу наклониться сюда. Но если я сделаю это под весом, меня просядет, ну, само собой, дальше инерция же есть. Следовательно, мышца растянулась сильнее. Но при этом мы начинаем ее напрягать и пытаемся взорваться вверх. С гирей интересный момент в том, что очень много людей пытаются ее отсюда вытащить. Вот все, кто качаются, наверное, кроме кроссфита, гирю тащат. Ну, то есть он ее ведет, ведет, ведет. То есть если он ее здесь отпустит, она упадет. По факту, вот отсюда, вот досюда, это все, что вы делаете. Это ваш взрыв. То есть гири вот отсюда вы вложили. Дальше, если я даже вот так руку сделаю, она вот досюда дойдет. То есть я ее не держу. Она работает вот здесь. Это ваш основной момент. С любым весом. Можете начать с блинов, с гантелей. Ну, с бутылки ручки, конечно, отлетают. Именно в момент рывка ручки отлетают. Проверяли. Фиг ее укрепите. Утяжелители. Все, что угодно. Все, что придумайте. Гантели чем неудобны? Вот этот хват разворачивает ноги и плечи. Он не работает. Хват нужен вот этот. Поэтому нужна гиря. Либо что-то альтернативное. Если сможете к чему-то что-то привязать, где сможете взять вот так. Начальный вес 12. Дальше 20 нет смысла делать вообще. Вот, может быть, тебе только 20. 24 на потом. Я делаю с 16. Вот прям вообще за глаза. При весе в 75. То есть я где-то работал в 16-75. Все, что там побольше, можно побольше увеличивать. То есть мы здесь с вами и ноги качаем. Очень хорошо. Если нет задачи проработки рук, можно выключить руки, не делать взрыв, но делать прокачку. То есть вы взорвались. Вот этот момент вы полностью распрямили за счет ног, но гирю не взрываете. То есть нет задачи руками работать. Вы наклонились, взорвались. Здесь она дошла до куда-то. Обратно она идет маятником. У очень большого числа людей, если вы... Вот давайте здесь такую ремарочку сделаем. Попробуйте снять себя со стороны. Не важно, что вы делаете. Прыгайте, тренируйтесь. Снимите себя хоть раз со стороны. Если вы видели, в идеале, как кто-то это делает, просто сравните. С моими упражнениями, с теми, кого вы смотрите. Мы очень часто считаем, что мы делаем так, как надо. По факту мы делаем вообще АБК. Я регулярно после всех перерывов и своих травм снимал свою технику, чтобы подкорректировать. Мне кажется, если бы я это не удалял, можно было бы просто, наверное, недельное видео собрать, как у меня просто фигня какая-то происходит. То есть я не мог даже нормально прыгать. Ты пытаешься шаг подставить. Еще из-за того, что я ломал колено, я поменял сторону шага. У меня вообще каша была. То я могу то с одной прыгнуть, то с другой потом такой, да блин. В итоге за пару лет я полностью привык на обратную сторону. И когда я получил другую травму, я начал обратно переучиваться. И тоже опять каша пошла. В итоге у меня сейчас руки с ногами иногда не синхронизируются. Ну, потому что пытаюсь под одну сторону, а иду под другую. То есть снимите себя и посмотрите, что вы делаете. Возможно, делать вы будете что-то не так. По поводу гири. Ну, то есть это я вам сейчас накидываю упражнение, которое вы можете вот прям взять, включить и работать даже дома. Нет необходимости, не знаю, идти именно в тренажерный зал. Это я назвал самое мощное. То, с чего, то, зачем вы пришли, да? Как увеличить прыжок? Надо начать с тех мышц, которые имеют вот такую базу. Дальше сейчас мы будем подходить вот к таким. Они более доступны, но менее значимы. Но если вы будете смотреть не на сантиметр, не на 10, а вперед полноценно, то надо делать это все. И желательно параллельно. Нет такого, что вы накачали основную мышцу, потом остальные, остальные, остальные. Какая может беда произойти? Если вы будете качать только переднюю часть бедра, вы просто оторвете себе чашечку. Сейчас это очень популярная тема, потому что все пошли в тренажерный зал и приседать. Вот все, они приседают и все. При этом они не прорабатывают нижнюю часть. То есть связки, собственно, связки подколенника, они просто отламываются. Очень часто, кстати, сейчас у ребят, у кого-то есть тенденит связки? У кого-то чашечка болит вот здесь вот при прикосновении именно чашки. То есть верхняя часть. Когда вроде бы она не болит никогда, но вот ты вот задеваешь ее, есть где-то место, где она болит. Так это вот, получается, у нас здесь вот с вами связка. Вот она идет, и она прикреплена где-то там тремя сантиметрами к чашечке. И она начинает надрываться. Она широкая, она не рвется сразу. Она начинает надрываться, и место надрыва болит. И это у многих. Поэтому делайте все полномерно. Это я сейчас протяжел. Сейчас мы на плеометрику просто перейдем. Ну, чтобы вы понимали. Мах руками. А, ну вот, собственно, к плеометрике можно и перейти. Плеометрика, работа над скоростью. Самая нелюбимая для многих часть. Кто работает, кто вообще тренировал свой прыжок, вот прям тренировал, была мысль, идея, какое-то видение. Вот прям я пошел тренировать прыжок. Прям мало, да? А с чего начали? Ну, то есть что? Присед максимум. Собственно, то, о чем я сказал. Что я раз... Не, я именно про упражнения. То есть что вы начали делать? Тут интересный момент. Есть люди, те, кто делятся, идут на силовуху. Те, кто идут делать что-то на скорость. Так вот, если делать только на скорость, можно очень хорошо просраться. Проблема в том, что вы можете потерять очень сильно в силе. То есть у вас есть определенная база, вот вы там, какой-то качок, условно, да? Вы начинаете работать на скорость, сила у вас меняется в обратную сторону. Нужно качать не только скорость, но и взрыв. То есть вам важен импульс. То есть то, насколько быстро вы можете выкинуть ту энергию, которая у вас есть. Поэтому надо здесь быть по балансу. То есть вы всегда должны работать не только на скорость в том понятии... Вот смотрите, есть очень большая часть людей, которые такие, я пойду на велике кататься. Вот велик негативно сказывается на прыжке. Марафон, бег, то есть более, по-моему, двух километров вообще негативно сказывается на прыжке. Ваши мышцы будут, ну, грубо говоря, гибнуть. Это если мы говорим об идеальном прыжке. Если у вас просто есть задача прыгать там 50-60-70 сантиметров, прирасти немного и как бы держать эту форму, хорошо. Но когда речь идет, ну, как в моем случае, например, 110, каждый марафон убивает меня. То есть он меня возвращает назад. Мышцы не способны работать. Вы посмотрите на ноги спринтеров и марафонцев, да? Марафонец – это обычно 50-килограммовый двухметровый чувак, условно двухметровый. А спринтер – это 160-170 и 100 килограммов веса. То есть это просто феноменальные люди. Единственный вид велосипеда – это по кругу. Это единственный вид. То есть они качаются, они на взрыв, они не ездят расстояние, они ездят на скорость. У них феноменальная скорость, они там по 100 с лишним километров несутся. И у них задача именно по треку проехать максимально быстро. У них самые большие ноги из спортсменов считаются. Ну, одни из самых больших по объему. То есть они именно на… забыл, как это называется. То есть на цикличных видах спорта, которые зациклены. Поэтому большие дистанции, велотренажеры хороши, как разминки, но не как тренировки. Их желательно вообще убрать. Очень много людей мне пишут, типа, я катаюсь по 40 километров там по выходным. Ну, это фигово. Это не сказать, что прям губительно для вашего прыжка. Но говорю, если стремиться в бесконечность, это лучше убрать. Либо уменьшить как-то дозировку. Для ваших мышц это плохо. Теперь по поводу именно скорости. Скорость для нас с вами важна на отрезки не более 10 секунд. Это сотка, 100 метровка, 60 метров. Ну, в зависимости, если девчонки, то небольшие дистанции, отрезки. Вам необходимо работать на скорость. То есть вот вы пробежали, условно отрезочек, половинку, полное расстояние. Это все ускорение. Как только вы начинаете выходить за этот предел, это уже работа выносливости, не скорости. Вы бежите не на той скорости, на которой вы взорвались. Как правило, вообще, если говорить за спринт, спринтеры бегают 20 спринтов, и у них основное ускорение 10 метров. Это причем, они бегут в шиповках, и у них там такая сила, что они только на 10-м набирают максимальную скорость, и дальше по накатанной докатываются. И катят они еще 30 метров. То есть ваша основная задача прорабатывать именно взрывной момент. То есть чем вы слабее, тем короче ваш отрезок. Ну, то есть нет смысла, если вы возьмете ребенка маленького, ему 10 метров, он уже просто устанет бежать. У него ускорение первые 4 шага. Поэтому вы под себя это подстраиваете. Ваше ускорение дальше докатываете. Это именно момент в плане бега. Если мы возьмем с вами взрывные упражнения, которые вам могут подойти, это прыжки лягушкой. Я думаю, вы знаете такую тему. То есть чисто лягушкой поехали. С одной ноги на другую. То есть когда вы в длину прыгаете. На песке так стрёмно это показывать. Ну, то есть вы, я думаю, понимаете. То есть когда вы поехали полноценно прыгать. Здесь момента 2. Вы можете прыгать в длину, а можете в высоту. Это 2 совершенно разных упражнения будут. В одном вы будете набирать максимальную скорость, во втором вырабатывать максимальную силу. Когда вы прыгаете вверх, скорость здесь не так важна, как взрывная сила. То есть здесь вы себя поднимаете вверх максимально сильно, приземляетесь, вам надо это обработать и снова прыгнуть. Когда вы делаете это в длину, вы набираете максимальную скорость. Ну, то есть у вас нет задачи приземлиться, встать, постоять. То есть вы начинаете это на ускорение делать. И улетаете максимально далеко. Из полезного для вас могу сказать такую тему. Тех, кто занимается, хотя, блин, на песке тоже, наверное, можно попробовать, никогда этого не делал. Одно из моих любимых упражнений было всегда лягушка с самим собой. Нет смысла с кем-то соревноваться. Вы ставите для себя точку, например, зеленая линия у вас есть. Вы делаете 5-7 лягушек, вот вы закончили, свою пятку очертили, вернулись, и сделали то же самое количество лягушек, но дальше. Дело в том, что когда вы сделали первый, если вы не на холодную это делали, вы должны были сделать физически свой максимум. Потом начинается ваш психологический максимум. Вы должны себя преодолеть вот на этой отметке. В идеале, если вы подготовленный спортсмен, делать 10, неподготовленный 5. Момент здесь в том, что вы должны прыгнуть, приземлиться, встать, прыгнуть, приземлиться. То есть это не идет на ускорение. Здесь вы никогда себя не сможете победить, это будет бесконечно. Вы должны прыгнуть, встать, прыгнуть, встать, точку. Рисуем по пятке, потом эту линию перепрыгиваем. Офигенная тема, развлекуха, особенно если вам нечем заняться, есть желание потренироваться. 3-4 круга за глаза. То есть я делал 40 прыжков, это вообще максимум, что я, по-моему, делал. Остальное было бы ловство. И вот если вы вторым, третьим и четвертым перебьете свой первый результат, считайте, что вы идете в рост. Во всех остальных случаях это разминка. Теперь по поводу скоростных беговых упражнений. Одно из самых эффективных всегда считалось, это бег через линию. У нас есть мнимая линия. Бег, я просто сейчас боюсь, что так вас песком здесь осыплю. То есть мы начинаем сюда перебегать, обратно, либо то же самое у нас сюда. Я думаю, вы понимаете принцип. Момент здесь в чем? Очень часто, ну, я людей видел, это бег трусцой. То, что я вам сейчас показал, это бег трусцой. То есть вы стоите с прямым телом, у вас мышцы не в полную работают по нижней части тела. Здесь бегать надо вот так. Только в таком случае вы сможете полноценно. То есть у вас помимо ноги, у вас включается еще и корпус. Вам тяжело сдвигать такой рычаг. Вы должны его вместе передвигать с собой. Поэтому мы садимся с вами, насколько это возможно, низко и начинаем перебегать. Линия может быть любой. Можете для себя такую взять. Вот это, кстати, плохой вариант. Особенно на песке. Она должна быть нарисованной. То есть желательно, чтобы она не существовала для вас. Потому что каждый раз, когда вы будете запинаться, вы будете сбиваться, это незачем. За этим можно гнаться, когда вы уже будете хорошо прогрессировать. То есть условно любая линия в зале, встали, побегали через нее. Тема офигенная. И чем быстрее вы сможете ее делать, тем для вас лучше будет. После того, как сделали первый вариант, вы можете перейти к варианту двумя ногами. То есть когда вы начинаете перепрыгивать ее именно на песке. Я говорю, что тонешь больше, чем прыгаешь. То есть вам необходимо это делать максимально быстро. Сеты больше 12-13 секунд не делаются. Таким образом мы с вами дополнительно прорабатываем еще и скорость. Ну, банальные, я думаю, запрыгивания все знают. Запрыгивания на возвышенность, на одну, на две ноги. Здесь, наверное, я Америку ни для кого не открою. Отличное именно взрывное упражнение. То есть вы без проблем можете прорабатывать свой взрыв. Момент в том, что на моем канале есть видео о том, как это необходимо делать. Одна большая проблема, я до сих пор не снял это для девушек. И беда здесь в том, что большая часть девушек пытается не запрыгнуть, а поставить ноги. И это часто касается детей, любителей. То есть когда они стоят перед возвышенностью, они не запрыгивают на нее. Они ставят на нее ноги. То есть если мы возьмем проекцию центра тяжести, он не изменится. То есть он условно там на 5-10 сантиметров поднимается. Все остальное это попытка занести ноги. Так вот, ваша задача, сейчас просто плавно подведу к основной мысли, ваша задача максимально сильно нагружать свой центр тяжести. В чем беда многих спортсменов, это изначально было, кстати, из чего взято? Из прыжков в длину с места. Почему многие из нас с вами прыгают 2-50? Потому что когда вы прыгаете, ваш центр тяжести вот тут. Как вы ногами вот здесь кинетесь оттуда? В момент отталкивания ваш импульс с пятки, с колена и с таза должен идти под вектором. Ну я думаю, траекторию идеального полета все знают, да, там примерно 45 градусов. То есть чем ближе вы к этой траектории будете, тем дальше оно пойдет. Не берем здесь сейчас моменты зацепа, кроссовки, скользко, песок. Мы это все откидываем. Ваша задача направлять силу в центр тяжести. Чем он жестче для вас будет? То есть если мы с вами возьмем лист бумаги, то у него, ну условно, да, лист бумаги это наш корпус. То есть вот начало листа, середина, конец. Если он мягкий, мы его толкнем, он сложится. Ну то есть это бумага. Если картон возьмем, будем толкать, он будет зафиксирован. Так вот вам необходимо, чтобы здесь, в момент, когда ваши ноги толкают, ваше тело не прогибалось под ним. Это кажется, что как бы, ну вроде странно. Но по факту почти все, когда мы прыгаем, мы создаем обратный импульс. Первый, это когда все прыгают с носочков. Ну то есть с носков. Есть много ребят, которые прыгают стоя на носках. И когда они начинают подседать и прыгать, вот этот момент уходит в минус. То есть он стоял не на жесткой поверхности. Это как прыгать с песка. То есть прыгать с носков с места. Про перекат, а сейчас речи нет. То есть как бы перекат это полноценно. То есть ты ушел по инерции. Когда человек с места стоит, встает на носки и начинает прыгать, то есть вы же понимаете, вам необходимо удержать за счет ахилла и мышц стопы всю ту силу, которую вы генерируете с носка. То есть по факту это феноменальная сила мышца. А если бы вы ее добавили в тот момент, то есть если бы вы прыгали с пятки, и она бы дошла в плюс, а не была изначальной нулевой точкой, то вы можете вот этот момент добавить к себе по инерции. То есть вы должны прыгать не вот так и вот так. Оно у вас должно пойти вместе. И вот этот вот плюс, он офигеть как работает. Особенно если брать... Это очень сильно сказывается на тех, у кого есть травмы галиков. То есть когда вот здесь, видели, может у меня тест на канале есть, сколько вы сможете отойти от стены, но при этом не оторвать пятку. То есть вот, класс. То есть вам вот так надо на ровной поверхности поставить. Пятка стоит. И сколько вы можете, не отрывая пятки. У большинства, у кого есть травмы, у них вот такое ограничение. Дальше идет пятка за ними. И чем меньше это расстояние, тем выше вероятность того, что вы встаете на носок. То есть вы здесь проигрываете вот этот момент, а сила там огромная. К сожалению, цифр точных нет. Я еще не перевел эту работу, но по личному опыту скажу сантиметров пять. То есть при работе прыгать только с пяток, допустим, в штангетках, то есть где нет возможности это сделать, будет минус пять. От того, если прыгать в кроссовках, где я могу полностью себя дотолкнуть. Но это единственный вариант, где это можно было протестить. Поэтому вам необходимо будет именно научиться работать со своим центром тяжести. То есть я говорю, вот сейчас из этого плавно дошел. Если вы сможете правильно придать вектор вот этой точке, очень часто люди прыгают вот так, туда, куда, ну это вообще самое последнее. Мы очень часто с вами прыгаем вот так. То есть если вы нарисуете себя сбоку и посмотрите, у вас сила уходит вот так. То есть вы не сюда ее толкаете, а вот сюда. Я думаю, вы понимаете, да, что если мы как бы возьмем с вами большой снаряд и толкнем его не ровно в центр, а в бок, он идет как бы не в той траектории. Следовательно, мы не получим с вами максимально возможный результат. С ним нужно работать. Проработка в первую очередь идет, ну прям с места необходимо попрыгать. То есть это для того, чтобы понять, научиться. Очень хорошим результатом было для меня, именно чтобы понять это и почувствовать, я прыгал до баскетбольного кольца сто раз. Понятно, что это мало кому вообще под силу. Вы можете найти точку, которой вы можете прыгнуть и коснуться сто раз. Найдите ее, не знаю, не важно, что это, щит для парней, кто повыше, там сетка, нижняя часть кольца баскетбольного, что-то еще, верхний трос, если вы занимаетесь где-то в другом месте. То есть найдите точку, прыгните до нее максимальное количество раз, допустим, начните с 60-70. И вот в последних повторениях вы поймете, что вы делаете не так. Когда ваше тело будет уставать, вы начнете понимать, что ага, так, я сейчас подальше дотянусь, но коснусь. То есть у нас уже ноги устали, мы начинаем включать руки. Когда начнет сводить плечи, мы начнем подключать более глубокий подсет. Мы начнем включать все то, что до этого не работало. То есть нет такого, что вы сможете сто раз прыгнуть идеально, одинаково и как бы для вас ничего нового. Вы будете в последних 10 повторениях, которые будут прям для вас самыми сложными, находить что-то новое. Что это будет, вы сами поймете, это ваша отстающая часть. То есть то, что вот в самом конце еще работает, значит не работало до этого. То есть вы это можете довключить и посмотреть, где оно у вас было и как с этим работать. Я, получается, работал по такому принципу. Я вставал перед работой в 6 утра, выходил, 300 раз касался баскетбольного кольца и шел на работу. То есть делал 3 по 100. Это прям, ну такое привычное для меня утро было. И вот когда я начал это делать, задача была такая. Если я 97 раз коснулся кольца, а 98 нет, сотка не считается. Я тогда ее шел вечером и переделывал, ну потому что у меня времени не хватало. И то есть надо было 100 раз коснуться кольца. И вот в этот момент я понял, что я прям жестко халтурю, у меня начала болеть спина, потому что я начал тянуться. Но я понимаю, что я прыгнул слабо, надо потянуться. В итоге плечи вылетали, шея тянулась. Кстати, очень-очень важно момент шею разминать, вот я сейчас говорил. Если вы будете тянуться, 100 раз с места коснулся приземлил. Чем быстрее, тем лучше. Подшагнуть, да, встать на удобный. Конечно, иначе ты вот так начнешь прыгать в конце. То есть тебе надо встать на свое место привычное, прыгнуть. Чем быстрее ты это будешь делать. Это очень классное упражнение. Есть прям в программе американцев. Они делают 10 касаний какой-то точки, например, кольца на скорость. Вот прям на максимум. Тогда ты вот прям начинаешь. Да, это другое. Это немного другое. Здесь больше наработка прыжковой выносливости в целом. Она у меня очень хорошая. Я в одном из тестов доказывал, что после 47 прыжков у меня прыжок падает на 2 сантиметра. При том, что он 100 сантиметров. Ну, то есть со 100 дней на 98. Но был качественный отдых. То есть 2 минуты между повторениями. В итоге, по-моему, час с чем-то прыгал. То есть я не устал. Поэтому это вот такая грань. Это прыжковая выносливость. Это немножко другое. Я сейчас говорил о том, что вы прыгнули. Дали себе встать и прыгнули. Спрыгивание с тумбы классная тема. Но любителям вообще не советую. То есть есть death jumps. Ну как, прыжки в глубину они правильно называются. Еще мертвыми их называют, потому что слово созвучно. Это когда вы с определенной возвышенности спрыгиваете. Классная тема, если начинать ее чуть выше вот этой тумбы. Я не знаю, 50 сантиметров, 60. Люди ломятся, зачем-то залезают на 70, на 80. И через месяц, через два ударных нагрузок отлетают связки, голеностопы, колени. Шлятор вылазит у молодых ребят особенно. Потому что очень большие ударные нагрузки, они бесполезны. То есть человек прыгает, приземляется на носок, на пятку. В итоге дальше идет удар в колено. Ну вот, по сути, три звена. Если еще спина начинает болеть. Ну, их делают, их советуют. Можете начинать с минимума. Ну, я вот прям не советую. Если нет возможности контроля рядом, я считаю, это бесполезной темой. Но классно. Она хорошая. Просто с мозгами это надо делать. Точно так же прыжки в глубину. Это когда ты стоишь на тумбу и прыгаешь с нее вперед. То есть на одну, на две ноги. Это легкотлетическая тема. Они прыгают на маты. Я не знаю, почему-то сейчас это такая тема. Все прыгают на траву в длину. Американцы, вот особенно в инстаграм заходишь, они стоят на тумбе. Вот такой высоты. И с нее там, допустим, три прыжка. Офигенно. Но не тот уровень. То есть надо понимать, что там это делают профессионалы. Следующий момент. Для того, если вот вы занимаетесь без всего, это выпрыгивание с одной ноги. Здесь вот еще надо будет вернуться к выпадам. Почему я делал выпады и не делал приседания? Дело в том, что у меня был сломан позвоночник еще до того, как я начал заниматься. И в принципе, я не могу на спину взять такую нагрузку, которую могут выдержать ноги. То есть я без проблем мог присесть 130, но, допустим, после того, как я перекладину размещал именно на сломанном позвонке, боли были такие, что да нафиг оно надо. Из-за этого я перешел на тренировки по одной ноге. То есть вы можете взять в два раза меньше вес, нагрузить одну ногу, и при этом вес тела-то остается. То есть у нас спина уже получает в два раза меньше нагрузки, а нога получает на порядок больше. Из-за этого очень часто переходят люди в режим тренировки одной ноги. Это хорошо, но нужно следить за балансом. Если вы сюда сделали 10, сюда тоже 10. Иначе есть момент, когда вот здесь вот приводящие мышцы, аддукторы и абдукторы, они отлетают. Когда человек очень много делает, допустим, у футболистов, у них же основная, ну, если они много пинают правой, почему они очень тщательно прорабатывают левую, они ходят с утяжелителями не на основной ноге, для того, чтобы неосновная нога шла за основной. То есть в волейболе, допустим, это не так важно, хотя часто тоже травмируются неосновные руки, но вот в ногах это важно. Если вы будете перебарщивать на одну ногу, допустим, это болит, сделаю на эту побольше. Тонкость, но лучше за этим следить. Как бы я не мог не сказать. По поводу икр. Это мы сейчас вот как бы закончим и разберем более интересный момент. По поводу икр, я не знаю, кто видел видос, как тренировать икры, именно вот как нас учили, как я тренирую. Да. Больше никто не видел? Видел? А, ну, это понятно. Все, все остальные не видели. Смотрите, такой прикольный момент. Кто вообще качает? Ну, кто он икры качает? Прям качает. Ну, давай тебя, я тебя тогда, давай. Ну, не, сюда, сюда, сюда. Выйди в свет. Ты тоже. Я понимаю, представь, что это у нас стена, нет смысла переходить, стоя перед ней, то есть к людям боком. Можешь встать пару раз на носочки, я посмотрю, давай вот на этой ровной поверхности, именно в момент подъема. Ну, я вижу, что ты тонешь. Окей, и давай ты. Я тоже, конечно. А мне посмотреть именно технику. Вот. Теперь... Нет, этот момент мы отдельно разберем. Теперь смотрите. Можете приземлиться, я посмотрел. Ребята, я не знаю, видели, не видели. Мне интересно... Я очень люблю смотреть на технике других людей. Себя-то я видел. Теперь смотрите момент. Как сделали ребята? Это вот... К задней части бедра возвращаюсь. Они встали на определенную высоту. Мышца сокращается. Но вот так она сокращается еще больше. Сейчас можешь для себя просто попробовать даже сидя это сделать. То есть есть момент, когда вы можете встать в больший пик. Ну, то есть вам надо поднимать намного выше ноги. И сложно это сделать, когда вы встаете прямо. Нужно облокачиваться на стену. То есть вы наваливаетесь на стену. Благодаря этому вы часть веса убираете. То есть не надо там обниматься. Пальцы. Вот край 4. Здесь пальцы встали. Прислонились. То есть у нас должен быть примерно вот такой наклон. То есть пятки должны быть позади всего тела. Не под, а сзади. И мы начинаем именно работать над икрами. На канале-то есть разбор. Я делал, по-моему, в последние разы 3 по 100. Советую прям посмотреть видео. Я сейчас из-за того, что длительный, очень длительный интервал времени не тренировался. Я могу немного наврать с начальными цифрами. Но когда я вкатываюсь, я потом вспоминаю, блин, не, это слишком большие цифры. Для начала надо эти делать. Без проблем пришлю это видео. Потому что я буду это пересматривать. Вспомню, что я вам это пообещал. Момент примерно в следующем. Лучше всего это делать под музыку. И делать это интервально. То есть не так, что вы надолбили. Вы должны под нагрузкой продержать икру, например, 3 минуты. Ну, там 3, 4, 5. По-моему, ты не помнишь? 5 минут 100 повторений. Вот, получается, на минуту у вас выходит 20 повторений. То есть на 1-3 секунды. Ваша задача не долбить их, а если вы их продолбили, и, например, у вас 60, и вы закончили на 2,20, то 40 секунд вы стоите в пике. То есть это такое мини-наказание для себя, для того, чтобы вы потом интервально это смогли вернуть. То есть мы с вами делали что-то слишком быстро, музыка слишком была ритмичная. Смотрим, блин, я всегда просто по часам это делал. Ага, 40 секунд, иначе стоим в пике. И не просто мы стоим, а прямо в максималочке, что можно туда вытянуть. И когда вы поймете, что она включается в работу, именно тогда она включается в работу, вы начнете прям любить это упражнение. Если икры не горят, они не работают. Второй момент. Никогда не ставить пятку. На песке я сейчас не смогу это показать. То есть когда вы делаете это упражнение, постановка ноги на пятку, это снятие напряжения с мышц, как бы было видно. То есть икра расслабляется. А задача-то наша была 3 минуты продержать ее в статике. Икра, ну ахилл, икра, это вообще, ахилл самая сильная связка, икра самая сильная мышца, не считая языка, одна из самых сильных. Из-за того, что мы с вами всегда ходим, это капец какие сильные мышцы. Их прямо вот нагрузить, это либо надо сидеть на метане, как многие бодибилдеры, либо прям грузить их очень сильно. Они классно накачаны у велосипедистов, я думаю, вы видели. Они толкают за счет носка, у них очень большой наклон, и как раз-таки вся нагрузка идет на икру. У марафонцев, допустим, ее нет. Ну она есть там, но она маленькая. То есть там вообще ничего не сказать. У спринтеров они сильные. Вопрос именно в виде нагрузки. То есть вы тут для себя можете решить, либо вы будете качественно прорабатывать амплитуду, именно вот по 3-5 минут, этого достаточно. Но очень часто. Каждые 2 дня я это делал. Ну то есть день отдыха был полноценный, потому что мало ли у меня полноценная тренировка силовая. В силовые это можно заканчивать, но надо смотреть, что именно вы делали. Если прям только здесь прорабатывать, рискованно судорогами закончить. Вот. И получается здесь... Да. Да. Но ты самое главное не снимаешь напряжение. Я говорю, поставить пятку, это снять ее. Это тоже, кстати, классная тема. Проблема в чем? Я никогда не мог найти кроссовки, в которых я бы сделал более 60 раз. Ну, нога соскальзывает. Ну то есть ты когда делаешь, она постепенно-постепенно уезжает. Либо ты должен пальцами включиться. А когда ты включаешь пальцы, у тебя часть нагрузки отсюда уходит. Ну то есть, когда ты прям стоишь в зацепе, вот так вот, пальцами, у тебя здесь сильная перегрузка, а не здесь. Поэтому я не люблю стоять на клоне. Это классная тема, если, знаешь, есть металл и прорезиненный. А если это делать на блинах, ноги слетают. То есть ты еще там по кругу идешь, то есть блин круглый. Ну тут вот тонкость. Попробуй, в общем, сделать, как я сказал. Если потом найдешь для себя этот золотой середину в других местах, пожалуйста. Но я говорю, я не могу. Я не раз об этом говорил, что нога соскальзывает, и ты как бы чувствуешь, если особенно с одной нагрузкой снялась. Да делают, делают. А, в смысле толкать? Соточку там не сделать. Риск в том, что в последний момент она соскочит, и не прикольно будет. Если есть стопоры, можно. Я? Ну вот сейчас сказали про платформу, смит, да то же самое. Можно делать, но это же доп-вес. А я тут даже без доп-веса так убивала, что ноги болели. Попробуй сделать это без доп-веса, а потом накидывай. При этом я, видишь, вопрос был в наклоне, я сейчас сказал, что ваше тело должно находиться немного в другом положении, чтобы натянуть мышцы. Их там воссоздать тяжело. Ты там... Это ты капец как должен. Не, это я в курсе. Не, я делал. Я делал в смите точно, но по-моему я делал на этой, на платформе для йоги. То есть на ней эти... Как они там? Клябоксы? Ну ты понял, да. Степы, да, правильно, степы. Вот, мы делали на них. Это причем у нас было с легкой атлетики. Классная тема, но мы делали в шиповках. А потом, когда у меня нет шиповок, ну вот так. В шиповках на резине мы вообще шикарно делали. У нас была дощечка и резина. У тебя шип зацепился, все, ты никуда не денешься. Стоишь, качаешься. Как бы... Поэтому я этот вообще вариант не затрагиваю. Ни у кого из нас шиповок нет, мы не там тренируемся. Вот. Ну, ты же соскочишь. Ты не сделаешь сотку. Ну серьезно, сотку не сделай. Вопрос вот именно в этом количестве. Вам продержать надо очень длительный интервал. Икра, ну капец какая сильная. И момент здесь, я не знаю, сможете ли вы это повторить. Это вот как сейчас, если бы я на пальцах объяснял насчет натяжения задней части бедра. Вот сейчас примерно то же самое будет. Я ходил на работу, у меня был момент, когда я ходил до работы 3 километра. Я что-то как-то для себя так открыл, что есть момент, когда вы шагаете, вы можете в последний момент дотолкнуться за счет икры. Вот сделайте соточку, поймете. Один раз хотя бы сделайте 100. И на следующий день попробуйте так пойти. Вы поймете, где, ну как именно напрягается эта мышца. То есть я начал идти и доталкивать себя в самую последнюю секунду только за счет вот этой части. Ну то есть вот вы доталкиваете, у вас включается икра. Я что-то сдуру начал это делать в трех километрах от работы и поехал на такси. Потому что у меня судорога началась через 700 метров. Я просто не смог дойти. При том, что как бы я качался на тот момент лет 6. Казалось бы. Просто из-за того, что я начал делать интервально, я очень сильно ускорился. То есть по факту это походит сбоку на бег, но ты идешь. Ты делаешь обычный шаг и вот этот момент ты доталкиваешься за счет... В кроссовках это не так эпично выглядит, как здесь. То есть вы доталкиваетесь, даже особенно если, кстати, подошва жесткая. Это не выглядит странно. Ну просто вдруг кто-то об этом подумает. Лучше, конечно, это делать, где народу поменьше. Все, без проблем. Вы на улице это делаете. И как дополнительная нагрузка, очень хорошая, но не после силовых тренировок. Прям судороги. Вот прям я на полном серьезе. Это какие-то адские судороги. Я один раз даже с работы, по-моему, ушел из-за того, что мне плохо стало. Ну то есть ногу начало сводить, ее просто простреливает. Из-за того, что вот такая вот резкая нагрузка, мы... Я даже не знаю, как сказать. Вы, получается, вы выводите ее из привычного положения, но достреливаете. То есть вот этот вот дострел в мышцу какой-то адский. Классная тема, если ее как-то аккуратно катать. Очень даже применимо. Момент по поводу профилактики и лечения. Вообще для вас всегда надо понимать, что профилактика лучше любого лечения. Если вы уже сломались, то фиг вас кто оттуда вытащит. Я сломался в 12 лет, и я знаю, насколько это ценно, когда мне было 17, у нас ребят набирали в сборную, а я был как бы по результатам такой же и лучше, но я был немножко БУ. Ну в том плане, что лучше вложиться в того, кто здоровый, чем в того, кто сломанный. И здесь, ну я не мог понять это в 17 лет, но когда мне стало там 23-24, эти болячки начали вылазить. Сейчас мне 30-ка условно, почти 30. И я как бы начинаю понимать, пока колени на смену температуры у меня не сказываются, но все эти проблемы лучше было предотвратить, чем лечить сейчас. При том, что лечение, ну так вот сказать, что предотвратить надо было 20-ку вложить, а сейчас лечишь за 300. Ну такое. Немножко странное, да, решение. Поэтому если у вас болят колени, если у вас болят локти, плечи, лучше сходите к нормальному врачу и купите себе наколенники. Я не знаю, волейбол как бы все тут почти смотрят. В твоем случае это будут немного другие наколенники. Сейчас, кстати, даже скажу, чьи. Зенит вообще весь в них играет. Я сегодня задал вопрос ребятам. Я говорю, почему медишки? И все, у кого нет травм, сказали, что меди позволяет избежать травм. То есть у вас поддерживается температура, у вас хороший кровоток в колене, и они сохраняют ваши колени. Они стоят около пятерки. Вопрос не в этом, я сейчас их вам не продаю. Все профессиональные волейболисты, которые хоть какой-то дискомфорт испытывают, их используют. Если вы возьмете молодежку, которые не ломались, они их не пользуются. У них сейчас есть ребята, которым 20-19 лет, они без наколенников вообще. Потому что они целые. А ребята в 23, для профессионального спорта это очень большой возраст, ребята в 23-24, все в наколенниках меди. Те, у кого более серьезные травмы, в более серьезных наколенниках. Вот я им задал вопрос, я говорю, почему эти наколенники? У меня колени целые, поэтому пока эти. А у них сломаны, поэтому другие. Есть баскетбольные наколенники, которые называются Bauerfeind, я думаю, видел. Белосиние наколенники, основные баскетболисты, почти все в них играют. Они стоят 16 тысяч. Вот то же самое, что за пять, только 16. Но они имеют специальную фиксацию вашей чашечки, если у вас рога отлетали, мениски рвались, или связки подколенные. Они лучше помогают. Вот считайте, 16 тысяч, либо 5. Только из-за того, что ты сломался, но еще при этом ты должен был потратить на операцию, на восстановление, откатиться на 3-6 месяцев по реабилитации. Поэтому всегда следите за своим здоровьем. На личном примере просто понял, что это такая тупая тема, но все мои травмы были до интернета. Не было советчиков. Мы ломались тогда, когда это было. Ну ладно, сломался, сломался. Это получается было, если не ошибаюсь, 12 лет назад еще интернета не было. И мы не лечились. То есть мы просто, ну как бы, ну пройдет и ладно. А потом, когда срастается рука не до конца, и ты понимаешь, что у тебя рука не имеет прямого угла, как допустим нормально, только из-за того, что ты не пошел на рентген, когда она треснула. Стремно. Из-за этого у меня сейчас в волейболе я не могу принять нормально, у меня руки разной длины. Потому что локоть кривой. Ну то есть, как бы для меня-то он прямой. Я ставлю руки прямо, но рука, она имеет угол. И для меня постоянный отскок в одну сторону это вообще дебилизм. Поэтому я принимаю часто одной. Для меня проще одной. Маразм, но он такой есть. Ты про упражнения, которые у меня на канале? Ну это было последним. Ну вот оно сейчас до него и дошли. Сейчас тем, кто этого не видел, сейчас можете, особенно все те, кто сидят, можете попробовать сделать. Это вот прям вообще какое-то для меня было открытие, когда мы до этого дошли и насколько оно классно работает. Это тоже частью обратной стороны является того, что нужно качать тигры. Точно так же и переднюю часть большеберцовой мышцы. То есть вот все, кто сейчас сидят, можете даже попробовать таким вот образом. Возьмите ножки рядом и попытайтесь, стоя на пятках, начать быстро-быстро ими топать. Это надо сидеть. Ну лучше всего сидя, для того, чтобы угол был 90. Можно и таким образом. То есть да, прям максимально быстро. Вопрос не стучать. То есть вы не должны типа как бы в ладошке, вот прям... передняя большеберцовая работа. Да, передняя большеберцовая работа. И чем быстрее вы это будете делать, тем быстрее у вас... Ну, во-первых, вы начнете тупить, у вас начнет одна, вторая, третья, четвертая. И вот эта часть стопы, она, во-первых, является антагонистом в том плане, что вы намного лучше сможете приземляться. Вот для себя можете, как попробовать сделать? Допустим, минут 10 ее прям мочить. Минуту делаете, минуту нет, минуту делаете. То есть 5 сетов. После этого пойти поспрыгивать. И вы поймете, что она как бы... Ну, она каменная, она забивается. То есть она включается в работу при спрыгивании. То же самое будет при отталкивании. Мизерно, но при приземлении она офигеть как работает. То есть это классный такой бонус. Я не знаю, как для пляжников... О, момент сейчас, кстати, вспомнил. Спасибо. Не знаю, как именно она работает для пляжников, потому что на тот момент я не работал с песком. Но тут вот, когда мы пошли с ребятами снимать пляжку, у меня начались судороги через 40 минут только из-за того, что я всегда занимаюсь в кроссовках. То есть у меня стопа не привыкла разнос пальцев. То есть у меня пальцы, ну как, в песке расходятся. Именно из-за этого я в носках, чтобы был более, так сказать, концентрированный, стопа была более собранной. Как только у меня пальцы начинают разваливаться, я начинаю ими копать, у меня начинаются судороги просто дичайшие. Причем ты просто бежишь, падаешь, и как бы даже из поля не укатиться из-за того, что больно. И это было связано с тем, что я работаю ограниченно, я работаю в обуви. И причем так много и так долго, что у меня сейчас часть обуви вообще не гнется. Ну то есть у меня стопа, вот я сейчас взял кроссовки себе, которых стоя под моим весом, они сохраняют угол. То есть подошва как есть, так и есть. Я так много времени на тесты трачу, что стопа атрофируется, то есть мышцы перестают работать. Я работаю прямой стопой. Как только я перекатываюсь в кроссовки там в 200-300 грамм, я такой, блин, какие они каменные. Позанимаюсь недельку, оп, все, вроде пришло в норму. То есть атрофия мышц буквально, ну вообще моментально происходит. И это вот какие-то совсем незначительные моменты, которые замечаешь в ходе тестов кроссовок. Так вот я сказал бы в обычной жизни, наверное, это даже, ну нельзя заметить. Вы сменили одни кроссовки на другие, у вас есть небольшой дискомфорт, вы пошли дальше. А я из-за того, что не пляжник, и при этом очень часто меняю обувь, то есть я не всегда занимаюсь в удобной для себя, я тестирую то, что дают, или иногда то, что интересно протестировать. И вот к таким интересным выводам иногда прихожу. По основным моментам это все. То есть сейчас можем разобрать какие-то ваши нюансы, тонкости. Может на что-то толкнете? Пожалуйста. Офигительная тема. Просто у кого они здесь есть? Рубер это вообще, его мало того, что сняли с продажи после того, как я сделал обзор, они сказали, мы их вернем, но чуть позже. Классная тема. Да, именно Руберы только они делают. Все остальное не то же самое. То есть это обычно ты пух, и он упал. А этот отскакивает до твоей высоты. Супер тренажер, но его не достать. Смысла о нем рассказывать особого не вижу. Кто захочет, может обзор глянуть, когда они выйдут, поступят в продажу. Да, Медболы, если у вас есть возможность тренироваться, тут, конечно, ну, нет такого места даже, где это можно было бы нормально применить. У нас с товарищем была такая заруба. Мы летом с ним тренировались, он и как бы такой, ну, не маленький дядя, соточку весит. Я при своем весе тогда, по-моему, в 71 тягался с ним один в один. Я чуть повыше, поэтому у меня рычаг больше. У нас есть футбольные поля, на которых натянуты сетки, вот как здесь. Только сетка примерно под потолок этого помещения. Мы с ним взяли трехкилограммовый мяч, я говорю, давай перекинем его, ну, то есть, как бы полноценно. Перекинули, я говорю, давай четверку. В итоге мы дошли с ним до 6 килограммов рубербола. У нас ушло 3 месяца, чтобы перекинуть эту хрень через эту штуку. Но как только мы ее перекинули, мы ее начали перекидывать регулярно. При этом взрывная сила, он весил сотку, он прирос на 7 сантиметров по прыжку, не похудев. Потому что момент вот этот, ну, во-первых, эта штука, я не знаю, кто видел, она вот такая. Ты не толкаешь, как бы это неудобно. Это когда ты гирю кинул, классно. Кстати, мы сейчас с ним гирю шьем, чтобы попробовать 16 так, потому что удобный вес. Ну, мы хотим сравнить, что такое неудобно кидать и удобный. Потому что я боюсь, что я с одной выкину в два раза больше, чем вот этот шар. Здесь ты, получается, ограничен в подседе. Надо что-то выдумывать, надо как-то спину включить, надо понять, как ты должен попасть в инерцию, чтобы четко эту линию. То есть мы кидали выше, но надо-то перекинуть. И мы с ним оба перекинули 1 сентября первый раз. Я вот прям помню. Мы начали в июне, спор. Блин, мы друг за другом перекинули по разу. Тема классная. Вы можете сами себе вызовы бросать. Кидайте митболы, тренируйтесь, подкидывайте их вверх, но кто готов себе купить митбол из здесь присутствующих? Не, если может, пожалуйста. Это вообще бесценно. Но если есть цель. Если вы просто будете его кидать, это неплохая нагрузка. А вот если у вас есть возможность перекинуть его через дом, через какую-то линию, которая есть, или закинуть куда-то, фу, это вообще бесценно. Особенно, если она не двигается, а вы можете прийти и побороться с ней снова. Это лучшее. И вот мы из-за этого, у нас есть линия очень высокая, мы просто увеличиваем вес. А, кстати, забыл рассказать про высокие подтягивания, но я сомневаюсь, что здесь прям кто-то сможет это сделать. Я подтягиваюсь до резинки трусов. Да. Ну, я делал это по 20 раз. То есть, это было обязательно. То есть, это взрыв. То есть, это дичайший взрыв. Постепенно надо, ну, докуда можешь. Момент в том, что должна быть инерция, как с гирей. То есть, не в том плане, что очень часто люди делают выход силы таким образом. Раз, два, три. Это три работы. По факту, должна быть одна. Раз, и вышел. Ну, то есть, ты должен до сюда довестись на инерции вот этого момента. Да почему? Остальное, это была работа с резиной, потому что, ну, волейбол все-таки. В легкой атлетике у нас была работа с митболами обязательная. Метание. То есть, я очень хорошо метаю. То есть, вот я сейчас ездил к гандболистам. У меня скорость броска точно такая же, как у гандболиста, что странно. При этом мы занимались только проработкой именно плеча. То есть, мы очень много кидали. Для этого руки очень быстрые. То есть, мы качали это все, я бы так сказал, симметрично. Что я делал из непривычного. Это жим штанги 10 на 10. Ладно, расскажу схему, навряд ли знаете. Берете любое упражнение, в котором хотите прогрессировать и делаете его с минимальным весом 10 подходов на 10 повторений. Например, 30 от груди. 30 на 10, 10 подходов. Сделали, следующую тренировку 35. Сделали, следующую 40. Сделали, до тех пор, пока не сможете сделать. Допустим, вы на седьмом подходе устали, выдохлись. Сделали седьмой подход, 7 повторений. Вот пока этот вес не сделаете 10 на 10, не переходите. В итоге, я смог дойти до 70 килограмм 10 на 10 при весе в 70. При этом, общий вес был на штанге сотку я мог сжать от груди. Вообще минимальный. Ну, просто я человек, я человек. Ну, то есть, мы менялись просто друг за другом. Все полноценный. И как бы прогресс был, он был огромнейший. У меня подъем на бицепс был 55 килограмм при весе в 70. Потом я выяснил, когда я делал 21 выход силы, потом выяснилось, что это чуть ли не рекорд России, но у меня не чистый. Я грудью по турнику делал. Я просто делал это все именно вот таким вот образом. Если нет какой-то цели, когда человек приходит на тренировку и делает то же самое, что сделал на прошлой, особенно если учитывать, что мы с вами не всегда в той же самой кондиции, особенно те, кто постарше. То есть, мы устали, мы с работы, где-то тут схалтурил, тут не доделал. Нужно идти по прогрессии. Если вы идете по прямой, то это регресс в любом случае. У вас не будет никуда, ничего двигаться. Вы можете этим заниматься в плане поддержания формы. Это офигенная тема. То есть, если вот делать что-то в рамках того, что вы уже делали, вы будете в форме. Но для того, чтобы прогрессировать, нужно постоянно либо увеличивать веса, либо сокращать время отдыха, либо увеличивать количество повторений. То есть, должен быть новый стресс для организма. Тут все абсолютно можно пробовать для себя. Я же делал таким образом. У меня все было 10 на 10. Когда я перешел к феноменальным весам, перешло на 7 повторений. Потом, по-моему, меньше 5 я вообще никогда не делал. Ну, то есть, не было такого, что мне надо что-то сделать на 4, нафиг надо, я лучше сделаю 5. Потому что слишком большие нагрузки на суставы. Я просто... Не было тренера. Я делал это сам. Если есть возможность полностью вот эту всю тебя за руку кто-то проведет, скажет так, вот тут так нельзя. Тут ты неправильно делаешь по технике. Я как-то аккуратничал. И очень многие углы я для вас срезаю, потому что если я сейчас скажу, что вот это классная тема, 50% где-нибудь поломается по пути. Ну, в том плане, что некоторые вещи можно делать в тех наклонах и положениях, в которых это как бы не стоит. Я лучше отдельно это расскажу, но на общую массу я это не стараюсь. Как я сейчас показывал с коленом, что чувак с соткой приседает и делает выпады. Это норма. И большинство в Америке сейчас это делает. Как выяснилось, это действительно для коленей полезно. Но это последняя стадия. Это как вот уже, когда ноги в шпагате вот так выгибаются, вот тогда это и надо делать. Он просто показывает, как бы, ну типа, вот смотрите, как я могу. И все-таки, во, попробую. И тут же связки отлетают. Это должно быть там восьмым месяцем прогресса, а не завтра. У Яковлева сегодня спросил, я говорю, сколько у вас занимает растяжка перед играми? Он такой, час. Перед, час. Я говорю, а после заминка? Ну, разминка, разминка, растяжка, вот это все, что они втягиваются, приходят заранее. То есть они полноценно час вкатываются, чтобы поиграть. Я говорю, а заминка? Он такой, ну слушай, я пока молодой, мне не надо. А те, кто постарше, тем надо. И как бы, в основном, те, кто не делают заминку, те и рвутся раньше. Заминаться нужно. Те мышцы, которые у тебя больше всего нагрузки получили, их необходимо растянуть. Вопрос в том, насколько у тебя крепкие сухожилия и связки. Ну, тут именно будет твое что-то индивидуальное, у тебя либо будут разрывы мышц, либо разрывы сухожилий. Растяжка нужна именно на те мышцы, чтобы они не были спазмированы. То есть ты ее перегрузил, ну вот и как сейчас... Она и в том, и в том случае. Нет, тут смотри, знаешь, почему так говорят? Да, что типа, да, для активации все верно. Что это для этого не надо, но я сейчас говорил про игру перед игрой. Они играют, им надо быть в форме, в тонусе. А если вы говорите сейчас о тренажерном зале, то с ума сходить не надо, ты должен разогреться. Там разогрев идет. Это разминка, а не растяжка. Перед тренировкой силовой, перед пливу растягиваются. Перед залом нет, не надо. То есть ты можешь, наоборот, травмироваться. Вот так. Хороший, кстати, вопрос. Очень-очень негативно сказывается на мениске. Прямо жесть как. Пожалуйста. На песке вообще прям кайф. Не, ну, если есть проблемы с мениском, бегать задом, прям, жопа. Если даже начинает колено болеть, в момент вот этого толчка в мениск очень странный приходит. Я когда мениск отлетел, именно, он у меня отлетел, когда я пошел назад. И теперь я не оттягиваюсь от сетки, потому что боюсь с этой ногой оттянуться. То есть я отхожу, но медленно. И это очень странно выглядит, когда я видео снимаю. Либо я отскакиваю. Потому что я не могу назад резко сделать. У нас бывает мяч и дергается, я такой, пофиг, пускай падает. Просто боюсь сейчас дернуться этой ногой, где отлетел вниз. Тоже? Тоже назад, когда бежишь? Ну, вот этот удар, если ты по песку толкаешься, она отлетает? Я понимаю, я имею в виду, что я не могу дальше уровня 180 разогнуть. То есть как только вот так сделаю, колену хана. А тут, если так, фу, у тебя в данный момент метр? Или ты просто в теории это спрашиваешь? Ну, смотри, до сотки я дошел без тренажерного зала. То есть у меня 100 сантиметров было без тренажерного зала. И следующие там 21 или 23 сантиметра, история может врать, дошли только с тренажерным залом. Не было ни приседаний, были огромные веса в платформе, в смите. в выпадах, подъем на переднюю часть бедра, на заднюю часть бедра, на приводящую. Я очень люблю блочную раму. Это когда, ну, рама с двумя, ты пристегиваешь себя ногами, ногу и поехал. То есть здесь огромнейшая нагрузка вообще на ногу. Я даже не знаю, как это описать. В американских, по-моему, только в NFL это используют. Ну, то есть либо девчонки, которые качают попу, либо почему-то NFL. Я не знаю, как это объяснить. У них, да, вот, и они это упражнение тоже делают. Когда ты пристегиваешь себя здесь, на нижнем блоке и поехал вперед. Там такое включение вот этой части мышцы идет, что, ну, вот я говорю, я за два, два с половиной года дошел, получается, до 121 сантиметра. Только за счет тренажерки. Если не говорить за тренажерный зал, дальше сутки не уйти. Ну, просто физически не получится. Ты не сможешь дать мышцам такую нагрузку, то есть ты уже упираешься, ты не можешь бежать быстрее. Почему спринтеры имеют ограничения, да, если они не занимаются в тренажерном зале? Ну, ты в пределе в своем. Ты не можешь бежать быстрее, чем ты бежишь. Тебе надо сопротивление какое-то, чтобы качаться. Прыгать нельзя. Нельзя. У меня есть про это видео, лучше полностью посмотреть. Отлетают колени. Как только у вас появляется здесь вес, любое движение для колена, оно новое, оно не привыкло. То есть вас может сюда, сюда выстрелить, сюда. Вы получаете новую нагрузку. Точно так же, как в сапогах прыгать. Ну, непривычно же, да, а тут вы получаете утяжелитель. Но в них очень крутая тема ходить. Я ходил со школы, у меня получается 10 километров, но 5 в школу, 5 обратно было. Я ходил сначала с 2 килограммами, потом с 3, потом с 5. 5 на каждую. И при этом это было так планомерно. Я знаю, есть сказка, когда мальчик носил быка, бычка. Ну, типа, бычок рос, мальчик рос, и в итоге вырос богатырь. Вот примерно точно так же получилось. Я настолько незаметно это сделал, у меня сейчас около там 16 или 18 утяжелителей, то есть они менялись, 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 я этого не видел. И настолько аккуратно к этому подошел, что когда у меня было 5 килограмм, я приходил в школу, снимал их, падают, я такой, ну, нормально, полежат. В итоге с парой, ну, с урока на урок я их переносил, и потом у меня кто-то говорит, дай попробую. Я ему дал, он ногу не поднял. То есть оказалось, что 5 килограмм человек не может поднять ногой. Ну, то есть для меня это, грубо говоря, было так аккуратно, что я смог накачать вот эту часть бедра. Попробуйте, ради интереса. У меня есть, кстати, прям там прям совет, какие утяжелители нужны, чтобы ходить. Есть плохие, есть хорошие. Есть, в которых качают ноги, там, допустим, ну, подъемы. Нет, в таких вы вообще не, нет, вы в таких не уйдете. 5 километров вы в жизни в них не пройдете. У меня все были. Нет, с крошкой, нет, должны быть с песком и с широкой лентой. Чем шире лента, тем меньше песок будет из верхней в нижнюю часть перетекать. Если у вас будут две ленты, у вас получается так, что со временем песок вот сюда весь уйдет, у вас вот такой сапог будет здесь пустый, он просто натрет. При этом я всегда ходил, у меня был напульсник здесь такой вот высокий и утяжелитель, потому что он вот так вот ездил и в мясо все стирал. Тема классная, рабочая. Они неудобные. Ну, попробуй, так ботинок снимает, вес-то большой. Там чем больше вес, тем сильнее ботинок снимается. То есть очень большое давление приходит сюда, на пятку, идешь, как бы нога сваливается. Но вообще не начинайте более чем с двух килограмм. Это вот прям потолок. Нельзя в утяжелителях. Ну, это нагрузка. Всегда надо в руки переводить. Вы должны переводить не туда, что вы отрываете. Ну, то есть вы как бы толкаетесь ими. Вы прыгнули, и у вас от колена выдергивает как бы вот эту часть. Да. Я говорю, в руки. Вот сюда. Вы переносите все, куда это можно. Грифы есть круглые. Я забыл, как ты про него говорил. Да, вот. Грифы, в котором ты внутри прыгаешь. Я говорю, блин, не люблю для высоких там коленками стукаешься. Ну, бывает, качнулся, по коленке заехал. Гири, гантели, утяжелители. В утяжелители можно ходить. Лично можете спрашивать, пожалуйста, это еще времени. Дофига помощи. В утяжелители можно ходить. В утяжелители можно ходить. В утяжелители можно ходить. Продолжение следует...